ребята привет привет халлоу халлоу это ферштейн едем на это самое на место по дороге жизни снова прокатимся давно не были во всеволжске что хочу сказать пока ничего не хочу сказать пока разминаюсь в принципе ну сегодня свадьба но это вам не интересно но я думаю что всеволжск он такой интересный городок или не городок да городок наверное считается или он как район 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 питера он считается городок всеволжск он конечно интересный поэтому мы если там что интересное будем находить шарде шарде как же это ресторан называется шарда шарде ну в общем посмотрим как дорога покажет себя значит проблема решена сейчас поделюсь новостями небольшими потом немножко отвечу на ваши сообщения хотел еще вчера но не выспался ночь такая дурная бывает в коммуналке сегодня вот вроде нормально спал а бывает ну там народ не спит где-то чё-то бессонница все время просыпаешься поэтому ребята стройте свои дома не живите в коммуналках так вот машина не заводилась вспомните у меня фрау боя любимая фрейлин фрау она не заводилась и вот я приехал к серому ну к ребятам в общем приехал к отличным ребятам в сервис ну сейчас кстати они базируются над по другому адресу потому что аренда там ну знаете все это у нас сейчас аренда высокая тут все время кризисы какие-то изоляции и бизнес как бы рушится и вот они переехали на менее так сказать площадь по менее площадь взяли ну и как бы в принципе я к ним заехал и причина в общем первоначало первопричина причина была оказывается там стоят датчики нагрева воды тасола антифриза и вот один из датчиков нижний ну там 2 я вообще-то не знал даже что их 2 задал вопрос мастеру ну лучше бы я не задавал потому что ну мастер знает ну что он мне как это сказать ну вы-то конечно скажете как это сказать ну в общем неграмотным в этом вопросе не понимающими ничего слова не мог подобрать ну подберите в комментариях да нет не шельма да нет дусь вид другое слово хотел как же это я там как это на меня выругала когда я плиткой ванну выложил за два дня ну инструмента не так дальняя старая история как же она меня назвала ну в общем вспомню скажу так вот один из датчиков оказывается ну крякнул и вот там что-то электронные мозги и он как бы что-то с температурой какая-то связь я он там объяснил так научно я все понял что лучше не спрашивать все равно не пойму вот и он два дочки говорю может напрямую сделать горну два датчика до хватит 1 ну типа температуру мало чего покажет там сработает ну сделано 2 ну в общем такие вопросы лучше мастерам не 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 задавайте не говорить типа это типа давайте сделаем напрямую напрямую как там кто-то сказал в одном сервисе это в москве в сервисе мне сказали колхозом не занимаемся там а да это в москве сказали у меня дворники полетели я говорю а давайте может сверлимся тут тоненьким сверлишь и это шпунтик вставим это мы горит колхозом не занимаемся ну понятно в общем автомобиль надо чинить проблема в том что разнообразие этих было датчиков и блин нашел я значит ну не я нашел а сначала сходил в евроавто нет нет ничего такого какой-то бушечка один был раз я его купил не не то говорит потом говорит ну вот посмотрели там по это по интернет таблицам там туда им сюда им евроавто вот говорит наверно вот примерно вот так он выглядит визуально я сфотографировал номер все и в другой евроавто съездил другой район на пионерскую все и главное там еще нет блин недостающие еще детальки опять за ней еще ехать другой магазин он не подсказал и то есть представляете с миру по нитке по всю петербургу я собирал этот датчик ну там еще так сказать мама папа ну то есть соединение еще надо было это с проводочками все это разъемчик короче и вот я значит по всему пить и знаете и слава богу вот все это сошлось все вот эти детальки раз подошли я еще пережал думаю не подойдут и все сейчас заводится так что спасибо ребятам спасибо ребятам да слава богу за все сейчас вот вроде уже два раза вчера на банкет ездил вроде заводится ну так это не как раньше вообще сдрыг сперва тут ему как как бы стала чуть-чуть как бы ну чуть-чуть доли секунды но с опозданием раньше прямо в дрыньки сразу а сейчас чуть-чуть и но все равно drink 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 это не drink это самое под шофе drink нет drink это это другое видите они на свою полосу встал это не налево мне прямо ехать это ладога уже во время ладожский вокзал здесь станция метро ладожская русские самоцветы и мне ехать ехать сейчас выйду через кат заката и по дороге жизни на всеворск поедем ну много текста леди джентльмены сейчас приеду может ответим на ваши вопросы волнующие вас а вас очень много много чего волнует ну так я ж по своей полосе тэду ребята ну что так ну все разговорчики строю поехали движение начинается с добрым утром меня и вас тоже леди джентльмены и доброй ночи кто засыпает и доброго дня всем кто обедает а время приятного аппетита санкт-петербург ленинградская область всеворский район вот она ребята дорога жизни асфальтированная видимо до этого было разбитое там видимо кладбище во все по этим местам хочу походить еще тогда ехал хотел погребки и куда-то чуть а нет так и не съездим я сюда ну ладно будем планировать на будущий год походить по этим местам истории едем на все уж ну что же господа как вы видите мои испотевшие лице рожа а свинячьи рожи кто-то скажет да нет не свинячьи оружие лицо личико личико значит что я уже начал немножко перекусывать взял молочка пятерочки у меня час надо за час немножко вот он там не суть важно звук поставил второй этаж поэтому жарко хотя и февраль ваше здоровье попыхах сейчас ехал еще поворот здесь проехал как по тормозам а там что асфальта мокрый и немножко не вошел в поворот не ну ничего страшного как бы скорость небольшая было я же понимаю что тут где-то поворот навигация показывает просто к тому что ребята когда идет дождь или начинается дождь когда уже набрызгало вы думаете что автомобиль уже головой что немножко он уже более длин тормозной путь и не надо лиховать ну кстати уже поставили многие это шипы я смотрю а я их и никогда не снимал ну вернее там полтора шпана задних колесах есть я их купил такими были зараза хорошо держится до сих пор все лето ласкают асфальт земельку нашего русскую родину нашу щекочет такая плетенка по 39 сейчас я покушаю немножко перекушу вернее а потом пойду поработаю ехал смотрел на погоду на природу вроде бы тучки прояснила готовь михаил да приготовь эту думаю у меня и мангал есть не знаю можете приготовлю курица с картошкой в пятерочке взял непонятно холодная холодная вот эту горячая взял мы раздавился это 14 рублей до 39 плетенка и сам сам маленькая правда маленькая но вот что тут на язык не упадет с курицей но это что за любовный треугольник 39 рублей ну ладно спасибо за это это бывает и вообще магазинов ничего нет сейчас перекусываю быстренько отвечаю на ваши вопросы пошел работать ролик вводный на изначальный у нас сегодня занятия вводные никаких серьезных темах мы не говорим мы просто знакомимся познакомимся с новыми подписчиками ребята всем привет всем любви счастья уважение здоровья долгие благие лета и хорош настроение когда ты работаешь тамадой а то ух как бывает хреново а работать надо как я поднимаю себе настроение во первых радость души это благодатное состояние это надо быть православным человеком не и духовные слова практики мне не нравится а просто стараться стараться жить я буду стараться по заповедям божьим и пословим его вот это создает благодать души радость господь дарит тогда человек ну добрее что ли должен быть становиться потихоньку не сразу конечно а второй момент что что второй момент вот посмотрю дурной ролик ну понимаю же человек немножко негативно настроен ну видео ну там ну допустим далеко ходить ну кого ну не будем не будем никого называть автор ну вроде интересно посмотреть так бывает ну как сказать новостная что ли лента а вот потом раз начнет он это гневаться злиться и это все все вот это вот я в себя взбираю а вот этого не надо бы и тут начал себя ловить нам из так михаил тебя говнеца и так в душе уже накопилось приехал вчера пардон ну как сказать приехал уставший вроде бы насобирал и на дороге везде всяко всякое негатива а потом еще сажусь еще это смотрю негатив так зачем я думаю что себе враг что ли и раз переключаю сразу думаю так она если у меня так и ровно душе такой сижу размышляю как мне как не привести душу ну понятно что вечерние правил там вечер до утренние ну утренние вечерние правила тогда вечер был и потом думаю какой ролик посмотреть она так голове на всегда с благодатью так благодать на видео у него всегда просмотреть так сразу хоть какой любой включая у отлично разогревается душа потом что-нибудь еще и так вот весел или там допустим вот ну забегая вперед хотел конечно на этих материалах кое-что роликов сделать но так и не пришел к этому потому что ну думаю опять забанят херем из-за того что использую ролики а там нашел значит видео ну в общем по евангелию жизнь христа фильм очень хороший и сильный то есть то есть прямо вот тоже как бы сказать я же говорит над словом бодрству или как-то так господи говорит ну то есть слежу чтобы все было слово правильно жила никак она не менялась сильно там ничего не менялась как бы ну то есть суть-то доносилась в поколение в поколение как я понимаю и вот тут как раз вот вот прямо вот проникновенно вот прямо до слез до глубины души вот начинаю только смотреть но это же я считаю что евангелие читаешь фильм вот этот жизнь христа по моему вот так он называется то ли 14 года 2014 посмотрите это в интернете жизнь иисуса христа или как-то так ну на основе евангелия то есть это все но что читаешь евангелие то все равно что молишься это все равно что общаешься с богом и поэтому конечно же душа немножечко тает ото льдов и так я иногда восстанавливаюсь ну сходи к храму обязательно смотрите невольно от обеда я снова перешел на духовную тему почему ну что трезвую в голове так вот 92 заправились ли что-то написано бумажка и нужной 23 литра на тысячу восемнадцать то есть цена 43 99 если она должен стоить 399 вот так и живем что делать один-то расплачиваться так и живем здрасте шестая нет 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 благодарю нет не нужно я так отказался только метровская осталась на метро и то редко езжу дал бы отдал бы но тоже на сам езжу сами на редко но конечно вообще нужно на велосипед на велосипед ну все влаги добра минуточка есть последнее видео ну так не видео так зарисовка безумно можно быть первым ауф так александр митин пишет до когда-то не когда кто-то не понимает в мемах рту речь что ты хотел донести скопировав это си матроскин пишет код матроскин да что я хотел сказать этим видео просто поделиться информацией важной как я считаю вот и все а что безумцы не могут быть святыми так ты безбожник дмитрий снежневский пишет ну ладно в какой секте состоишь людоед а почему секта да ни в какой секте не состою считай себя православным христианином и как бы сказать не какая-то не секта православия и никакой они людоед людоед так из чего взяли нету смотрите удалил ребят которые писали все свин да свин да должно заколебали это а тут опять людоед опять сейчас что сейчас это вот людоеда что к чему откуда ну где чего вы от чего в общем так он даже комменты удалил на старых видоса далее да не помню нет я я просто забанил некоторых ребят но когда банишь коммент удаляется так как-то было за лайки просишь да не прошу ничего уже не надо ребята ничего наглость поел попил и все халтура да да халтура согласен а где на них алтура то весь youtube халтура не простим за подлый бан людей помним любим скучаем но пусть в углу постоят и знаете как это немножко пусть в углу постоят как детей наказывают вот так же здесь в чем было бы отличие если ролик назывался жиру на камеру и говорю тост ни в чем а святую книгу процитировал причем как обычно не к силу не городу да вообще в названиях у меня я как-то иногда даже уже не знаю как назвать и ролик и так думаю если уж написать что то то хоть какой-то смысл должен быть вот строчка из писания все спасаться смыслом это я посмотрел у игнатия тихоновича так он не понимает сам чем воля отца поэтому и ролики таковы в чем воля отца до любите друг друга он написано до любите друг друга присвятая богородица спаси нас вот вами вот вами все все воли как будто два разных человека один ролик записал как он ест картошку со свининой а другой выложил и цитаты богословные добавил странный он как будто два разных один ролик запилил как он ест картошку со свининой я тут сразу вспомнил вчерашнюю свинину не но редко конечно в ресторанах такое блюдо бывает так приготовленным так мягко так нежно свинина и я обалдел яду надо же я давно так не ел такой так так классно приготовленный это у нас это у нас ресторан как же он называется не вспомню 46 дом возле чернышевской адамеус 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 не круто 10 лет так главную йеме такую поете ну шеф-повар молодец так ну то есть я понимаю что кухня зависит от шеф-повара там как он знаток не знаток дело бывает вот приедешь на тоже ресторана раз и немножко топорно что-то все сухо но пресно и так далее вот как тут воздух прочитал говорит ну вот за так иногда гляну так куда еду еще что-то кавказская кухня говорит должна быть хорошей или или и не должно быть ну там ресторанчик кавказская кухня и вот отзыв пишет горит что-то не понравилось парню удивительно ну тут тут как говорится на вкус и цвет также может быть кому ведь как нравится кому посолоннее кому нет ну виде я как бы ушел от от ответа то почему но вспомнил сразу вспомнил то свинину вчера ел да вчера как будто два разных человека один ролик записал как он ест картошку со свининой другой выложил и цитат а так вот о чем речь то и да конечно человек же он многогранен вот допустим в нем преобладают разные творческие потенциалы инженер может строить дома планировать что-то архитектуру она и музыканта может стать хорошим то есть у него разные так сказать стороны вот и я разносторонний то есть если на банкете я об одном и один да я как роль играю какую-то да там ады там или что-то такое то то допустим в духовном плане мне вот интересно вот эти цитаты эти вопросы и я как бы вот вот с ними просто делюсь к тому что может быть думаю подхватите вместе начнем как бы изучать это слово-то божье как бы кто-то там еще что-то добавит оспорит мне интересно я буду искать копать и вот чтобы и вас немножко так это привлечь к этой тематике но не получается вам не всем интересно это ну ладно поменьше будут цитат побольше роликов так чудом миш снова это шлачина да сам понимая все шлача творческий кризис давайте так бы не считать творческий кризис михаил опять ты начинаешь нам про веру в бога пропаганду вести ну на боже на этот человек но не надо навязывать это всем док ценить тишину да согласен ладно не ну от избытка сердца глаголят уста ну вот я бывает тишины хочется а бывает хочется поделиться такие дела миша заканчивая хавать на видосах тебе самому не стыдно кому надо это смотреть как ты чавкаешь вот еще пообедал но не знаю для разнообразия для склейки кадра как я говорю алексей алекс так миша без женщины не интересно жить не ждал бы ты постройки дома давно бы уже плодился и размножался на радость богу но согласен но вот пока так пока так пока господь не дал женщину а придумывать любовь или так сказать супружескую жизнь я не хочу то есть ну как что за придумать ну вот зашел там на сайт или в кафе познакомился ну и как бы чувств сильных ним не испытываешь ну вроде ничего девчонка а там может свыкнется слюбиться типа под этим предлогом все это не хочу так же я и ответил батюшка спросил на исповеди но давно было в москве еще а почему не женишься я говорю по любви хочу но он говорит ну в общем россию господа проси господа я не прошу сказано мне не торопи бога то есть я не помню как он сказал нет не то чтобы проси бога что-то только молись молись ну в общем богу там бога проси ну как то не помню сейчас точно как он сказал но суть в только с Богом то есть если по любви только с Богом то есть получается побороть свои косяки пороки грязь своей души очистить чтобы для чистой любви чистота должна быть в душе то есть надо так полагать как я понимаю то есть чистая душа чистая любовь она только приходит в чистую душу а чистая она у меня вот все дело так заказываю тебя как таки пруда нет не прутак раз-два и обчелся так я смотрю есть видос про то как ты работаешь грузчиком нам не ждать а то то есть видос про то как ты работаешь грузчиком нам не ждать да вот грузчиком сегодня работал в колонки таскал он еще весь в поту а сейчас уже надо идти переодеваться 36 ну ладно готовность в 3 в 4 начала но могут раньше прийти поэтому сейчас 36 14 36 а мне надо 15 быть переодетым ну идти уже переодеваться за час переодеваюсь чтобы если они раньше приехали то я готов ну бывает там на час даже до раньше приезжает ну часто на полчаса там что не такое так да нет заказа чел заказы новый год молчит так что чё заказа неизвестно что там будет завтра так что так что друзья пардонте да уж платочек сок сохнет у меня видите а так вот я тут уже ответил даже а так тут я уже отвечал вот то же самое говорят почитали зевса тора летающего макаронного монстра но понятно не ну можно верить конечно и в соломенное чучело я понимаю но я-то искал истину всю жизнь истину и нашел ее обрел в православии поэтому я как бы иду в этом направлении а почему ну много раз мне господь помогал я рассказывал об этом ну например его я просил чтобы я не пошел в армию да я не пошел ну как это было ну там медкомиссии там я как бы ну у меня действительно спина-то больная но я тогда молодой был не чувствовал и как бы это она мне там что-то дает я а на самом деле мне не больно было я а ну наговорил там еще и как бы получилось откосил что ли ну вот так ребята так что судите меня или не осуждайте но я не хотел в армии тогда только жизнь началась только я выехал большой город и почувствовал ну первая зарплата была у меня то что зарабатывал в месяц я за один день заработал ну вот такие были зарплаты у нас в моей деревне так что я думаю какая армия то я вот только-только это ну начал работать там это первые деньги узнавать что-то знакомиться с этим миром с большими огромным я не захотел ну потом другой случай это я как бы снимал квартиру я рассказывал и не был денег и вот бывают такие дни когда вот если вот надо то вот ни у кого нет друзей вроде бы много и ни у кого нет ну так я у него попросил и тут же ребята через сколько-то метров идем с другом за шли не помню сейчас с кем или с двумя друзьями и раз это пятерка то лежит и тут главное бабушки торгуют то знаете вот такая полоса бабушки на ящиках кто семечками кто там капустой кто еще чем прямо ведь перед ними лежит свернута в квадратик пятерка но прислать и сейчас 5000 этого нормальные деньги большие деньги а тогда елки-палки в месяц сколько там три тысячи квартиру снимали 4 вот такие цены были это в кирове и вот и вот это я я молитву прочитал я знал то одно всего с детства там где-то детская это библия или что-то такое попало в руки я как-то раз почитал и как-то мне это запало в душу и как-то запомнилось отче наш отче наш ежейси на небесе их да светится имя твое да прийди царство и твое да будет воля твоя яко на небесей на земле хлеб наш насущный дашь нам днести остави нам долги наши якожей мы оставляем должником нашим и не веди нас в искушение но избави нас от лукавого вот такая история я прочитал и так искренне видимо это сделал что господь услышал я еще думал пятерка то не настоящая слава богу за все она настоящая оказалась в магазин быстрее парням ничего не рассказывали куда я вру быстрее меня затрясло от радости и от этого шока что сейчас я только просил и это и сразу пятерка там ведь понимаете как было сколько я просил я не помню короче много но пятерка то ну считайте живут в петербурге вот живет человек квартиру снимает ну 30 тысяч до квартира или 40 ну вот считайте вот вот столько больше даже ну тысяч пятьдесят он дал бы мне вот сегодня над на те деньги ну вот представляете как а я один раз молитву прочитал ну так искренне до глубины души сквозь слезы можно сказать немножко и вот и вот она и она сдачи то дает мне я еще думал может не настоящая на там ведь проверяется таки большие банкноты на свет на это на то на зуб она настоящая ребята и вот когда сдачи то мне она сдает я уже все я уже на седьмом небе они не а ребята то понять не могут что случилось я говорю молчите подождите мало ли чего где я не за да во все все подождите раз только деньги сдаются на все настоящие все вышли я только тогда и все рассказал так ну ладно что там так что вот вот можно во что угодно верить но я-то верю в того бога в кого верю вот в иисуса христа ведь он же эту из молитву то нам дал да а как говорит молиться апостолы научи нас апостолы спрашивать иисуса вот говорите так очень наш и так далее вот удивительный ну как сказать феномен да что какой феномен то но сколько чудес то посмотрите канал то владимира головина сколько чудес то господь делает я-то совсем грешник мелко плаваю в этом всем но это меня грешника вот но потом я рассказывал в питере но уж раз пошло поехала на этот счет и хотел я устроиться на работу я шел недалеко а по садово я шел и тут надо уже рядом это итальянская улица и тут театры находятся все яду и как не к искусству бы хотелось я тогда устроился но поступил в университет и иду ну не хочу там поработал в охране и дуну дну какой охранник ну хочется к творчеству тянул из душа то господи ну ну что то я не помню там шел по садов это и тоже вот ну вот так вот искренне молитву то прочитал с ним поговорил и за угол только захожу первый театр ага закрыто мимо не выходят второй театр этот театр мускомедии хлоп все это сразу на проходной вахта сразу звонит андрей выходит сразу раз меня чуть ли не сегодня же устраивает что творится я ну слава богу только и говорю все заборы исписаны смотрите хочу так по море направо санкт-петербург налево 4 домики такие интересные здесь стоят как будто бы и заброшенные четыре километра от питера всего лишь ну участки наверное дорогие селожская сторона достаточно так сказать мало заселенная не знаю почему может быть болотистой почвы или может быть дороге не все видно ну вот а музей-всадьба поэтому здесь музей здесь нельзя селиться но вообще-то вот селится вот здесь ну не так много да вот здесь а так в основном конечно леса ну видимо парковая зона лесопарковая музейная поэтому или болотистая а да болотистая нет эту сторону я бы них а мне так туда можно уже надо во все ловск не надо ребята я на заправку заехал просто немножко с пути сбился вчера еще хотел но думаю елки-палки дождливо так было дождище думаю весь промок но все промокнет заеду завтра и вот завтра наступила и и только-только я это опять забыл блин заехать вот подъехал уже сел уже заправился какие-то тоже дачные участки там стоят попу . так здесь почем у нас бензинчик так 40 что-то 46 7 так это 25 42 45 ёк макарёк надо было сюда заехать по пути ну ладно туман туманище памятник румболовская гора туман туманище над гор над небом стелится туман туманище да она даже такой мрак куда я еду блин вот еще заправка попутный человек кружился там так здесь у нас 92 стиль 43 99 именно так же по такой же цене туман туман туманище ну вот пожалуйте вот строится тоже хочешь жить здесь умей вертеться нет только частный дом не хочу я в муравейники жить не хочу ребята даже пусть в деревне но частный дом пусть даже подальше но частный дом землей семнадцать двадцать соток размечтался и брат это это нет 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 ни те времена 20 соток он захотел до туман туман туманище над небом стелится надо же мне заехать на заправку там крутится когда вот они попутные 42 20 ну сколько но но ладно но но сто рублей там до 100 рублей это это обед ладно впредь будем знать да нет я как мыслил то ехал за почему на эту заправку неудобно и почему не по пути заехал потому что мыслю вот мне сейчас либо крюк дать либо вот я обсохнут мне что выбирать обсохну пошел там это это ну и в это все всякие вопросы до доливки а тут я понимаю нет лучше дам крюк время позволяет 37 минут все разговорчики в строю ребята голова болит от чего михан выучи русский язык для начала а потом имей совесть писать слово апостол и много других как надо ну да есть такая проблемка неграмотная я в этом плане как-то у меня но я считаю что главное это ну может конечно это неправильно донести суть смысл донести вот там допустим в этом словесном действии есть такие понятия как я же понятий научных не скажу ну скажем слово пишется как бы же например а произносится же ш как это по научному назвать не знаю но вот так и здесь вроде как бы ну русский язык такой богатый что иногда человек может подумать что же а допустим я бы хотел чтобы ша я иногда специально знаю как правильно пишется слово я специально пишу неправильно чтобы как и говорится так и пишет ну так и пишу как говорится чтобы то он так и понял но это неправильно я согласен позиции как-то в универе до меня перед всей аудиторией так вот у михаила тут 500 ошибок я нашел и ну я вообще как бы писал я понимал что я как бы тут много ошибок тут кучей должна быть я это знаю но у меня акцент на художественность как бы на саму структуру на фабулу не знаю на композиционную структуру я наваливаюсь я педагогу сдаю этот черновик он поэтому черновик называется чтобы он как бы сам саму режиссерскую идею там сценарную вот эту вот ход вот этот поправил сценарно-режиссерский туда ли иду так же завяжу завожу героя или не так так ли тут у нас коллизии или не так то есть вот это сама структура мне интересует режиссерское решение вот это вот сценарно-режиссерской а уже грамматика это дело последнее для меня но это же черновик я так размышлял нет он он оказывается взял он педагог и это все исправлял там я гордо 30 или что-то там какой-то там не помню сейчас стране до 10 там яга все исправляла потом вот все устал говорит это ну да 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 вот такой случай был он там все запятые точки ну зачем мне в черновике то я сплошным текстом просто идет ну там предложили закончить суть как бы суть вот внутренка меня волновало всегда а конечно диплом сдавать понятно я там ну не помню кто мне там корректировал все эти орфографические истории да есть есть такой косяк есть но иногда я говорю я принципиально сам делаю как бы ошибку чтобы как не как пишется а как произносится должен быть в общем так так что так кирогас жена папах ли дюханце кому сейчас легко почитай в иродовой бездне ю грачев а благодарю почитаю матроски не знаю что за произведение и книги я тоже скажу вам много не читал и вообще как-то как-то не приучен читать я вот как-то воспринимаю аудиокниги вот мне очень нравится если еще с видео параллельно идет очень хорошо глаза устают засыпают чтение усидчивости не хватает с ней читка это не мое чтение вернее чтение это еще с первого класса у меня я на осень оставался там первый второй класс андерсона мне все время она подсовывала ганса христиана ну и даже при ней так мне не дачить не до чтения она сидит младший младший пригласила там нулевые классы еще тогда называлась что-то с ними там ля-ля-ля-ля а я об голову она так ведь меня все в книгу тыкала это мне интересно там что происходит что-то с этой позиции со стороны учителя как это на аудиторию посмотреть да но нужно ли мне это ну конечно надо надо бы конечно если работать преподавателем то конечно надо конечно ошибки чтобы других учить и это корректировать также меня корректировали да уж ну а кто вообще у нас разве много золотыми медалями закончили кто прямо от зубов отскакивает вот все 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 ну в сэпе я учился до круглый пятерочник четверочник то есть вот это мое то есть ну я там одна тройка вообще просто за все за все два года обучения была ну вот ну что-то дано человеку что-то не дано ну талантлив он в чем-то в одном гениален а ну в нескольких может быть но так вот охватить сейчас вот давайте английский изучать немецкий да и да хрен голову голову сломаешь хрен редкий не слаще как тут можно это все но одно но этом но не знаю вот говорят когда ну ладно не буду уже далеко залазить это а то хейтеров хейтеры проберутся в комментарии начнут писать а про ягоду или вишню как вишня теперь у него не ягода до вишня это такое словосочетание юморное там товарищ мне один любит это слово называть вишня сравнение так сказать так ну все ответил ребята под этим роликом время уже идти время 3 часа в 4 начала так что я пошел переодеваться спасибо всем кто был со мной добрый вечер если не увидимся больше в этом ролике всем привет всех люблю всех обнимаю всех уважаю стараясь всех любить любите говорит и врагов ваших вот вам как ибо если и а эти язычники любят те кто любит их а ты попробуй врага люби и вот там был один случай не помню там кто рассказывал кто-то из святых ну современников можно сказать вот там он там бизнесмен какой-то ну может 90-е года не знаю какие года были он там грозится там сжечь там что-то еще а может даже поджигал несколько раз до поджигал что-то там то ли дом то ли по бизнесу что-то ларьки тогда были поджигал несколько раз а давай говорит с тобой будем молиться за него начали молиться так он приходит разрыл что тебе надо от меня а ничего не делает то есть физически никак ничего а просто молятся за него и все и видимо что-то происходит его жизнь какие-то там это чего-то и он книги прибегают чего тебе от не отстанет меня типа отстать так ты пристал то как бы ну в общем удивительные чудеса делает господь так что вот конечно это сложно у как вот ну вот для меня сложно сейчас вот надо до такого уровня дойти чтобы да и врагов любить то есть люди все люди просто ну заблудшие что ли как-то так называется вот в чем дело то и вот скажем алкоголик вот он такой такой все там да нет мы его не должны типа осуждать а как бы болезнь просто как больному действительно относиться больной человек алкоголик одна штука как говорит один человек алкоголик одна штука это алкоголик одна штука как болезни до алкоголизм болезнь какие все другое наркомания табакокурение а излеть излечишь его от этого все нормально человек вон люди которые бросают завязываются наркотой там с алкашка еще что-то сразу так это успех там дела какие-то что-то резьбой там заниматься начал еще что то еще вот так что это все очень интересно это все я тоже борюсь я тоже борюсь ребята со своими пороками грязями надо бороться иначе удач не видать друзья не видать царство небесного ибо алкоголики не обманывайте себя царство божие вы не войдете не помню кто там сказал но суть вот такая а время как как показывает жизнь летит быстро и еще не каждому дано до восьмидесяти до девяносто век прожить свой дожить иные уходят раньше а иные еще раньше иные сами а другие не поймешь как и вот там нашли в красногорском лесу еще одного товарищ или друг он у него там у тесака был это же суицид там что-то и непонятно и непонятно и все но суть одна все это страшно вчера размышлял ночью не спится как же так думаю как же она так страх смерти почему он есть ведь я помню когда не было этого страха я отдалился от бога я пришел к выводу что я отдалился если я боюсь смерти значит я отдалился от бога надо к нему идти надо всеми силами идти к нему снова потому что я отдалился поэтому я боюсь смерти а я помню когда не боялся у меня такая была благодать на душе что я готов был уйти сейчас я думаю что люди это так суетать на нижегородском на нижегородской стоял в москве улице и помню вот сейчас я готов вот уйти ну так вот господи Ну вот сейчас такой момент был прямо озарения такого. И думаю, а люди-то, а что они нервничают вообще? Почему? Ну вот знаете, такое блаженство пришло такое. Раз. Такой, блин. Я еще потом анализировал. А почему это было-то? А чем загнан дальше человек в какие-то такие предлагаемые обстоятельства суровые, тем Господь ближе. Молитва, как говорят, на зоне очень. Игнатий Тихонович рассказывал по тюрьмам, в лагерям прошелся. И вот, я говорю, так, не молился, как там. Господь ближе, чем, как говорится, тяжелее человеку, тем Господь ближе. Вот в чем дело. И мне тогда, я же в условиях-то таких был, что вроде бы вот хостел, а ночую в машине. Этот мне, видимо, увидели меня. А что, ты в машине ночуешь? Я говорю, да, почу. Так невозможно, говорю, на кухню зайти. Энергетика, зашквар, просто голова раскалывается. Невозможно. Ну, такая, ну, как сказать, негатив какой-то сплошной. Бесовщина в округе. Если на молитвенное правило стою, книжечку положил, так охранник бежит снизу. И что ты там делаешь, что читаешь? Так я ж не с топором стою здесь. Показал, не кругля, а с книжечкой. Читаю книжечку, говорю. Ну, молитва слов, ну и что? А вот он даже в камеру видел, бежит. Вот как я говорю. И в этих условиях, ну, тут еще Новоспадский монастырь рядом, и все. И в пешей доступности. И вот это все в совокупности оно дало такую чистоту души, что я стою, и у меня страха нет. Страха нет на тот момент. А сейчас я понимаю, какое-то волнение. Вот тут что-то, там что-то. Смерть этот, Смирнов умер, там убили это. И думаю, там война, пересмотрю это. А что бы я? А как мне? А ведь придется. И что думаю? И вот размышляя, так сказать, лежу в бессоннице. И понимаю, что отдалился я от Бога. И вывод для себя сделал. Надо идти к Богу. Так что, все, друзья, я иду работать с Богом. С Богом. Господи, благослови. Спаси и сохрани. Ну и вам желаю жить с Богом, с Господом. В общем, всех вам благ, любви, счастья и благополучия. Посему остаюсь всегда ваш. Ихайся, Михаил. До новых встреч, ребята. Может быть, еще включимся, а может быть и нет. Все. Ну, на всякий случай, пока. Вот такой столик небольшой. Такие картоны. Картины-картонки и маленькие санатинки. Что? Да нет, так. Банки мне понравились ваши вот там. Соления. А сколько такая трехлитровочка? С огурчиками может стоить. Вот только огурцы есть? Да. Ну, не знаю, могу уточнить. Ну, примерно. Мне кажется, 800, наверное. 800. Томаты-то подороже должны быть. А? Томаты. Томаты дороже должны быть. Сейчас уточню, скажу. Не знаю. Ну, понял, понял. Хотите забрать? Да, нет. Просто свина течет, глядя на них. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот у нас здесь тоже есть, смотрите. Вот помпоты есть. А, компоты. Вот еще есть. А, есть литровый тоже есть, смотрите. Настойки-то есть какие-нибудь? Настойки нет. Идея хороша. Надо в голове галочку поставить. Еще неплохо. По-домашнему смотрится. Да. Ну, ладно. Благодарю. Ждем гостей. Да. Ждем гостей. Сказали 4, да? Ну, уже половина. Да, через 15 минут, наверное. Каравай-то будет ли у них? Они остались. Ну, ладно. Они быстро разводятся. Благодарю. Так, уравнение. Да уж, да уж, да уж. Да, удачка. Курительная лоранда. Домики интересные. Природные места. Сосны. Сосновый гор. И коттеджные городки. Замки. Коттеджные замки. Так, ну, вот, ребята. Литейный. Дни 4. Возвращаюсь я по дороге... С дороги жизни. По жизни, так сказать. Еду дальше. А что сказать насчет банкета. Все хорошо прошло. Всем понравилось. Шашлыком меня накормили. И я... И желание идти на шашлык завтра отпало. Поэтому я благодарен молодым гостям. Благодарен всем. Вообще, на самом деле, свадьба такая была. То есть, ну, классификация, я не знаю, как ее... Взрывная, я бы ее назвал, да? Взрывная свадьба. То есть, почему? Гости сразу себя показывают очень активными. Они уже, как правило, под шофе такие уже хорошенечко, ну, не хорошенечко. И все буйно, буйно такое, знаете, начинается уже в начале. Нет этого официоза, да? Изначального такого еще плавного. Такой, немножко московский такой сумбур, такой легкий. Почему московский? То есть, в Москве тоже сразу такие, ау, открытые такие сразу люди. То есть, нет вот это, ну, нужно как бы раскачать, раскачать, да, вот как петербуржцев. А вот здесь, как бы, все... Ну, как правило, такие люди также это где-то вот в области, да? Чем дальше, тем, как бы, ну, немножко вот так похоже, да? Да, вот в этом плане взрывная взрывная такая публика. То есть, ты слова, а не два, то есть, за словом в карман не лезут. И это как бы хорошо, с одной стороны, для меня, как ведущего, и, и как бы, действительно хорошо. Но проблемка-то какая? Проблемка возникает тогда, когда, допустим, слишком быстро человек, один или два, ну, так скажем, выпадает из этого, из... 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 из строя. Почему? Ну, потому что, либо, как говорят, в салат, лицом, либо еще... Ну, не в салат, а просто... Редко, конечно, я такое наблюдал, чтобы так вот, прямо за столом спит. Это уже какой-нибудь там восьмой, десятый час там бывает. А здесь, как бы, взрывная, да, такая была свадьба. То есть, сразу это видно, сразу публику такую видно. И что, что я как принимаю, как ведущий? Конечно же, отсекаем все лишнее, все это самое, викторинное там, и все остальное, мусольное, сразу берешь, как бы, сказать, публику в ежовой рукавице. То есть, сразу же, главным, что называется, то есть, никакой прелюдии. Ой, елки-палки, что за слова-то я говорю? Опять ведь осудят? Опять? Вот. И как бы, да, так я как поначалу подумал, так оно и оказалось. Взрывная публика, дабы пять часов, и я думаю, и как бы время все, и не продлевали ничего. Я говорю, если бы шестой такая публика, конечно, тут могли бы быть какие-то вопросы, проблемы, ну, рамсы, еще что-то. А так нет. Так вот, ну, я так думаю, как бы по опыту говорю. Ну, и среди них, ну, не было таких сильно буйных, поэтому не думаю, что драка бы была там. Вот. Что сказать? Что хотел еще сказать? Ну, пожелать хотел вам, ладно там, о свадьбах, пожелать вам хотел всегда счастливой дороги, всегда доброго пути, всегда ни гвоздя, ни жезла, всегда хорошего настроения в дороге, всегда хорошего настроения по жизни, с оптимизмом, что называется, идти. Да, я и сам иногда ловлю этот пессимизм, но не знаю, что это нахлынивает. Я так предполагаю. А вот, тоже опыт поделюсь, это обычно причастишься, и ведь как, после причастия, Иоанн, ну, как сказать, не причастие, а крестил Иоанн, креститель Иисуса, и он 40 дней в пустыне приходил, ушел, и его там делал, испытывал, искушал. И вот, говорит, все тебе, это отдам, это прыгни, то-то, то-то. Ну, в общем, искушал, и вот здесь тоже, после каждого причастия, человек, как бы, то есть его хотят в грязь, в грязь втоптать. И вот, наверное, вот эти состояния мои, я как прочитываю, они как бы вот искусительные, поэтому у меня бывает пессимическая какая-то мысля, поэзия, в поэзии это отражается, в моих настроениях, в отсутствии роликов, еще чего-то. И, знаете, да, конечно, тут задача не упасть, не пасть лицом, что называется, в грязь, в грех, и держаться. Ну, вот сейчас, сколько у меня, ну, ну, не знаю, а вот действительно, многие называют это депрессией, там, да, ну, это тоже, да, вот как бы, как сказать, да, депрессия, да, там, можно так это назвать. Но суть в том, что все это лечится, все это с Богом, как говорится, прибарывается. Так что, леди дентльмены, желаю вам дороги по жизни с Богом всегда, с Ангелом-Хранителем и с любовью, конечно, навстречу любви, навстречу счастью, навстречу светлому будущему. Так что, посему остаюсь ваш, лихайся, Михаил, Ихбин. Ну, исполнилось мне в сентябре не так давно, уже 38, да, года, мои года, мое богатство. Так что, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, да будет воля Твоя. С Богом, друзья! Всех вам благ! Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если хотите. Пока! А я поехал монтировать ролик. Хе! Субтитры сделал DimaTorzok